Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам наше новое видео создание параметрической модели в Solitech на основе электронной таблицы Excel Меня зовут Нехороший Максим Я являюсь специалистом по конструкторской подготовке производства компании Ideal PLM Идея этого видео родилась не случайно К нам обращались клиенты с вопросом Есть ли возможность в Solitech создать параметрическую связь модели с таблицей Excel У этого клиента есть большая номенклатура изделий и, соответственно, они хотят менять модель автоматически изделия с целью, чтобы перестраивала сразу же выработка, нанесенная на эту модель Итак, начнем с того, что создается электронная таблица будущего изделия Здесь изделие это летниковая втулка Были взяты ее, скажем так, геометрические значения табличные Это, конечно же, не все Это просто для примера взято 5 значений Сделаем форматирование Обязательно сохраняем данный файл Excel Желательно в то же место, где и модель будет храниться наш Назваем длинниковые втулки Дальше Продолжаем форматирование Это исключительно для красоты Шапку переносим на лист 1 Здесь нам сейчас будет необходимо сделать выплывающий, скажем так, список таблицы на листе 1 Для этого есть команда проверка вводимых значений Здесь выбираем список Оставляем все, скажем так, по умолчанию И выбираем интервал наших номинований Выбрали Нажимаем ОК И уже появился у нас как раз выплывающий список Теперь же нам необходимо, чтобы для каждого из номинований Доставали, скажем так, те значения, которые ему соответствуют Для этого есть команда WPR В Excel Здесь в качестве искомого Это как раз вот то значение в выплывающем списке Таблица Берем Сейчас выбираем интервал значений На втором листе Дальше В данном случае, так как мы заполняем Именно Выражение L Это второй, скажем так, столбец Здесь Ставим логическое Логическую функцию Ложь И соответственно Мы проверяем Плывающий список со значениями начал работать Теперь нам необходимо Растиражировать, скажем так Это все на Другие ячейки Следующий Тут уже меняем Столбец на третий И так вот Для всех остальных Скажем так Столбцов Ячейк Все проверяем работу Все отлично работает Не забываем Опять таки Сохраняться Теперь переходим К созданию Самой 3D модели Будем ее делать В обычной среде Сейчас Опять таки Начнем с сохранения Теперь создаем эскиз Для эскиза выбираем Плоскость ZY В принципе не имеет значения Какую плоскость выбрать Но Выбираем именно эту И рисуем Профиль Будущей нашей Летниковой втулки Он Не очень сложный Соответственно Удаляем Лишнее сопряжение И Сейчас Сделаем еще Пару ограничений То есть Привяжем нашу деталь К системе Координаты эскиза Выровняем Центр Дуги Торец Положим на ось Z Теперь Сделаем Ось вращения Будущей нашей детали Сделаем ее Вспомогательной Сразу же Ограничим длину И Сразу же Сделаем Вспомогательное Построение Которое нам Потребуется Для Простановки Полного Угла Наклона Отрезка Тоже Во первых Делаем ее Симметричной Вторых Делаем ее Также Вспомогательной Ну а теперь Начинаем Простановку Размеров Первым Ставим Вот этот Внутренний Диаметр Он Равен Два С половиной Миллиметра Обратите Внимание Что сразу При Простановке Размера У нас Масштабирование Произошла Автоматическая Эскиза Это Как раз Особенности На новой Версии Solid Edge Ну и дальше Продолжаем По пунктам Ставим Следующий Диаметр Он Равен У нас 28 Миллиметром Радиус 15 5 Миллиметров Сразу Можно Проставить Длину 16 Миллиметров У нас Немножко Эскиз Разъехался Но ничего Страшного Берем За отрезочек Тянем И возвращаем Предыдущую Скажем так Форму Ставим Дальше Размеры Угловой Размер Поставим Значение 3 Дальше Линейный Размер 20 Диаметр Сейчас Поставим 12 Остался Один Вспомогательный Размер Который Не будет Параметрическим Но он необходим Чтобы полностью Ограничить Эскиз Пространство То есть Видим Что он стал Черного цвета Означает Что он полностью Ограничен Соответственно Сейчас Давайте Несколько Разнесем Размерчики И сразу же Для размеров Для некоторых Поставим Допуски Вот здесь Допустим Квалитет У нас Используется Поставим Что квалитет С допусками Будет И Выбираем Находим Ж6 Для этого размера Дальше Дальше Здесь у нас Будет Обычные Допуска Они оба Плюсовые Тут 0.5 Плюс 0.3 И последний Диаметр Это тоже Квалитет С допусками Дальше Здесь Опять Вал И выбираем К6 Посадку Обратите внимание Что для Что для Скажем так В нужных Размеров Были Проставлены Допуска Заканчиваем С эскизом Теперь Переходим В сервис К переменным Желательно Все Наши Созданные Размеры Переименовать Вернее Перевести Скажем так К тому виду Которому Они у нас Были в таблице Excel Это не обязательно Но Скажем так Желательно Условие Чтобы Не запутаться В данном случае Их не очень много У нас Переменных А может быть Их довольно таки Ощутимо больше И чтобы не запутаться Потому что Значения могут быть Даже одинаковые Но Обратите внимание Что с выбором Каждого Из-за размеров У нас Он подсвечивается Это очень удобно Чтобы не запутаться Не ошибиться Здесь угол Альфа у нас Дальше Размер L И Диаметр D2 Ну и этот размер Я уже сказал Что он не будет Изменяемым Просто его переименуем И назовем T Теперь произведем Связь таблицы С Нашей Паметрической моделью Берем Копируем ячейку В Excel И теперь Для каждой Скажем так Для каждого значения Вставляем ссылку Это делается Обычным Скажем так По правой кнопке Вставить ссылку Вот Вставили Получилось Считывание Значения 2.5 Повторяем Для всех Последующих Значений Вставить ссылку И так далее Сейчас Вставляем Крайнюю ссылку Все Обратите внимание Все мы сделали А теперь Можно попробовать Даже изменить Эскиз То есть смотрите Выбираю я из списка Какие то Значения Наименования И у меня Происходит Перестроение Эскиза Ну то бишь Профиля Детали Теперь Продолжим Построение Уже непосредственно Трехмерной модели Делаем Круговое Выдавливание Выбираем Профиль Который будем Вращать Выбираем Ось Относительно Которая Будет Производиться Вращение 360 градусов Вращение Производим Можно Скрыть Эскиз Нам В принципе Больше Не понадобится Для построения Дальше Уже Продолжаем Построение Обычных Элементов Таких Как Радиусы Фаски На ребрышках Делаем Следующее Это нам Осталось Сделать Отверстие На Цилиндрической Грани Играем Касательную Плоскость Здесь Ставим Угол 90 градусов Создается Вспомогательная Плоскость В которой Будет Создан Эскиз Будущего Отверстия Но нам Осталось Задать Его Параметры Поэтому Выбираем Штифт Там Диаметр У нас 4 мм Делаем Его Переходный Здесь Нам Надо Сейчас Сделать Отверстие С глубиной 5 мм И Будет У нас Там Конус В конце Отсверла Соответственно Теперь Мы должны Наш Вот Эту Окружность Поставить На Цилиндрическую Грань И Привязать Соответственно Воспользуемся Теми Самыми Ограничениями Я Посередине Его Поставил Все Автоматически Происходит Построение Обратите Вот Такое Отверстие Получилось Давайте Посмотрим Как оно Будет Теперь Модель Изменяться В зависимости От Значений Размеров Все Происходит Моментально Автоматически Теперь Давайте Сделаем Еще PMI Размеры Мы Их Возьмем Из эскиза Помните Мы На Некоторые Скажем Так Значения Накладывали До Пуска Это Как раз Для Того Чтобы Потом Более Наглядно Нам Представить Данную Модель Вот Эти PMI Мы Взяли Из эскиза А теперь Давайте Для наглядности Еще Сделаем Виртуальное Рассечение Плоскостью Так Будет Легче Восприниматься Размеры То есть Повторюсь Это Виртуальное Рассечение Это Ненастоящее По сути Появился Разрез В Дереве Построение Которое Можно Менять Удалять Ну Соответственно Модель У нас Осталась Целой Мы Только Рассекли Виртуально Разнесем Размерчики Для Более Наглядного Вида Вот Такая У нас Получилась Деталька На этом Видео Закончено Спасибо вам За внимание Если у вас Будут Какие-то Вопросы Обращайтесь К нам В компанию Идеал PLM Спасибо за внимание До свидания